Много сенсорных комнат, современные игровые зоны, просторные музыкальные и спортивные залы. Все это будет в новом детском саду, что во дворе дома по Алма-Атинской. Евгения Горохова, заведующая детским садом номер 462, в чьем управлении будет этот корпус, на стройплощадку приезжает каждую неделю и с нетерпением ждет, когда здание будет полностью готово. В нашем саду, в котором я работаю, нет ясельных групп совсем, только дошкольной группы. А вот здесь ясельные группы и наши даже родители, которые стоят на очереди, ждут этого детского сада, чтобы сюда перейти. Я думаю, что некоторые даже родители придут к нам работать, тем самым решат свои проблемы трудоустройства. Пока руководство детского сада решает кадровый вопрос, строители продолжают свою работу. Во дворе завершается устройство наружных сетей, после чего на следующей неделе начнут уже и территорию приводить в порядок. В самом здании полным ходом идет внутренняя отделка. Стены подготовили к покраске, установили все двери и продолжают стелить покрытие на полах. Затем уже приступят к установке оборудования в спортивные и музыкальные залы, в игровые и спальные комнаты, в пищеблоке и прачечной. Он строится по современным нормам. Тут все будет новое технологичное оборудование, в том числе и игровые комнаты для детей, игровая территория уличная для детей. На данный момент садик отвечает всем действующим нормам. Всем современным нормам будет отвечать и детский сад во дворе дома номер 114 по улице Ташкентской. Здесь закончены работы по пароизоляции и стяжке крыши. В конце октября завершат установку яркой, особенной детали здания – больших витражных окон. К покраске фасаду уже приступили, как и к установке инженерных систем. Там у меня фасад уже, завершающая покраска уже встает. И у меня сейчас фасад остался только вот эта сторона и вот эта. Там уже накид он тоже. А с контуром, что с этим витражом? А витраж у меня конец октября, но я сегодня его временными полагами закрываю. Строительство детских садов в Самаре идет на средства, выделенные по национальному проекту «Демография», утвержденного президентским указом. Все работы ежедневно контролируют городские власти. Каждую неделю на стройплощадку с проверкой приезжает и глава Самары Елена Лапушкина. Оба учреждения рассчитаны на 240 мест. Заниматься в них смогут и маломобильные дети. Здесь предусмотрено специальное оборудование и лифты. Оба объекта обещают сдать в декабре этого года. А уже в будущем году здесь в песочницах будут играться дети. А пока с песком возятся строители. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.